Работы на Северном Кипре действительно нету. Конечно, огурчиками, помидорчиками здесь бизнес не ограничивается. Топ-3 самой популярной профессии есть на Северном Кипре. Но чем вы хуже? Вы обязательно найдете здесь себе место и будете делать хорошие деньги. Друзья, всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Живой Кипр с Rukon Estate. С вами я, Анатолий Цехин. Сегодня поговорим на разные темы, одна из которых будет работа на Северном Кипре. Некоторые говорят, ну нету на Северном Кипре работы. Давайте с этим разберемся. Также поговорим про студентов, потому что не зря за моей спиной находится Гирный Американ Университет, один из самых известных университетов Северного Кипра. А также в этом выпуске покажу вам замечательную квартиру, которая располагается в 400 метрах от этого университета. И ее стоимость в районе 60 тысяч фунтов. Один плюс один, дом полностью сдан с полным пакетом документов. Да, такое бывает очень редко, поэтому смотрите до конца, будет много интересного. Работы на Северном Кипре действительно нету. Нет работы на Северном Кипре, друзья, для ленив. Поэтому, если вы трудолюбивый человек, вы 100% найдете себе место под солнцем на острове Кипр. Здесь мы находимся в университете, огромное количество студентов. Они до обеда обычно учатся, после обеда у них есть возможность частичной занятости. Их часто можно увидеть в кафе, в барах, в ресторанах. Они подрабатывают в отелях. В общем, любые способы, которые есть заработать деньги, этим пользуются студенты. Поэтому, действительно, если и вы хотите работать на Северном Кипре, и у вас пока нету вызова по рабочей визе, можно оформить визу студенческую. И по приезду на Северный Кипр вы абсолютно легально сможете получать свои первые деньги. Большинство работодателей знает, что граждане СНГ это очень трудолюбивые люди, которые очень аккуратно подходят к своему делу, очень ответственно, всегда выполняют все вовремя, они пунктуальны. Ну, в общем, добросовестные сотрудники. Поэтому, приезжая на Северный Кипр, обращаясь в какие-либо организации, либо заведения, когда собственники бизнеса узнают, что вы гражданин СНГ, то, соответственно, уже более пристально вас рассматривают на данную позицию. Потому что наши граждане, наши соотечественники, конечно, здесь очень хорошо выполняют взятые на себя обязательства и зарабатывают неплохие деньги. Конечно же, большую роль играет знание языков. Если вы владеете только русским языком, количество работодателей, которых вы можете рассмотреть, оно будет ограничено. Если вы знаете английский, а еще и турецкий язык, то вас с распростертыми объятиями будут ждать многие организации, которые захотят взять вас на работу. Потому что на территории Северного Кипра проживает огромное количество русскоговорящего населения, кто говорит только на английском, либо только на турецком. Поэтому, если вы знаете несколько языков, вы прям будете специалистом на расхват. Возможно, вы по ту сторону экрана думаете, что ну вот да, конечно, там молодые приезжают, и студенты там, да, и вот люди там до 30 с возрастом, им намного легче и проще и так далее. Единственное, в чем нам проще, уважаемые друзья, конечно же, мы быстро принимаем решение о том, что мы хотим переехать, мы берем и делаем. Люди, чем старше становятся, тем больше у них начинается страхов, переживаний и волнений. А что касается конкуренции на рынке труда, то, конечно же, обычно всегда те люди, кто имеет больший опыт и имеют большие шансы занять самую хорошую позицию. Поэтому, друзья, не нужно думать о том, что только дорога молодым. Приезжайте на Северный Кипр. Я знаю людей на рынке, есть женщина, которая торгует огурчиками, помидорчиками, соленьями различными. Она все это дома делает, икру кабачковую, и потом это продает на рынке. Зарабатывает деньги, зарабатывает себе на жизнь. Но чем вы хуже? Действительно, вы можете здесь открыть какое-то маленькое производство, свой маленький бизнес. Кто-то работает нянечками, кто-то, кто постарше мужчины, помогают там с домашним хозяйством, работают мужем на час, полку прибить, что-нибудь отремонтировать мелкое. Ну, действительно, кто хочет, тот крутится и всегда зарабатывает. Поэтому, приехав на Северный Кипр, если вам понравится здесь жить, вы точно найдете место, где зарабатывать здесь деньги. Конечно, огурчиками, помидорчиками здесь бизнес не ограничивается. Если вы занимались каким-то бизнесом в той стране, где вы сейчас проживаете, то, скорее всего, с большой долей вероятности вы сможете продолжить это дело здесь, потому что свободных ниш огромное количество. А что касается наемной работы, то все-таки в большинстве случаев вам будет просто необходим хотя бы английский язык. Будьте готовы к тому, что попасть на работу в банк, либо в госучреждение, а в другие какие-то организации, продавцом даже в магазине, в любом случае потребуется как минимум английский язык, а лучше еще и турецкий. Друзья, сейчас мы отправимся посмотреть квартиры, которые располагаются вблизи данного университета. И в конце этого видео, ближе к его концу, я расскажу вам о том, какие топ-3 самой популярной профессии есть на Северном Кипре, куда остро требуются специалисты. Мы приехали на сам участок, где располагается объект. На территории данного комплекса расположено 4 трехэтажных дома. На первом этаже располагаются двухуровневые квартиры, а на третьем этаже одноуровневые квартиры 1 плюс 1. Сейчас мы подробно покажем каждую планировку. Вначале зайдем в квартиру с планировкой 1 плюс 1, которая двухуровневая. Располагается она на первом этаже, у нее есть отдельная терраса, небольшой земельный участок, который будет в пользовании также собственников данной квартиры. Ну и давайте заходить внутрь и посмотрим, что же там внутри. На первом этаже расположена кухня-гостиная. Здесь вы видите уже, что кухонный гарнитур установлен, а также, что очень мне лично понравилось, хоть и квартира уровня 2, 1,5 можно сказать, да, на втором этаже находится такая небольшая антресоль. Здесь, в этой квартире, есть два санузла. Один располагается на первом этаже, второй, соответственно, располагается на втором. И, как вы видите, есть выход на вашу небольшую заднюю террасу, хоть и маленькая, но в любом случае полезная площадь, можно будет там что-либо разместить, поставить маленькую детскую площадку, либо бассейн для ваших маленьких детей. Поднимаемся на второй уровень. Очень много света, потому что здесь нас также ожидает вот такое вот панорамное окно и небольшой такой французский балкончик, чтобы ваши дети маленькие, если они из дома, никуда не свалились. Здесь санузел, душевая кабина и место для двуспальной кровати. То есть здесь располагается спальное место, уже установлены розетки, в квартире очень легко дышится. Посмотрите, пожалуйста, как хорошо играет второй свет. Хоть площадь квартиры небольшая, но благодаря тому, что огромное количество окон, световых точек, ощущаешь себя здесь очень комфортно. А также большое преимущество конкретно данной планировки, что здесь есть отдельная терраса. Один из собственников, который уже приобрел такую квартиру, хочет огородить данную террасу, застеклить ее, и здесь получится полноценная дополнительная комната. То есть квартира из 1 плюс 1 превратится в 2 плюс 1. А сейчас мы поднялись еще на один этаж выше, и эта квартира тоже 1 плюс 1, но она одноуровневая. Здесь отдельная изолированная спальня. Также обратите внимание, панорамные окна, кухонный гарнитур, много света. Здесь, кстати, всего один санузел. Ну и пройдем с вами в спальню. Стоимость данной квартиры входит кухонный гарнитур и вот такой небольшой шкаф. Вам, чтобы проживать здесь самостоятельно, либо сдавать квартиру в аренду, нужно будет также докупить сюда двухспальную кровать, мебель для кухни, какую-то необходимую технику в плане там варочную панель, стиральную машину, духовой шкаф, микроволновку. В общем, расходы будут 2-3-4 тысячи фунтов в зависимости от того, как вы хотите оснастить свою будущую квартиру. А где же балкон, спросите вы меня наверняка? Где мы будем сушить свои вещи? Где мы будем пить кофе, если у нас квартира на втором этаже? У вас будет терраса, целая терраса на крыше. Пойдемте смотреть. Вот мы находимся на самой террасе. Здесь есть место, чтобы поставить сушилку для белья. В общем, расположить небольшой столик и даже поставить шезлонг. Виды открываются замечательные. Конечно же, и на море, и на горы. И мы находимся в районе Карау-Лан-Углу. Кто не знает, где располагается Гирн Американ Университет, вот я для вас немножко расскажу. В общем, здесь практически центр Гирна. Район Карау-Лан-Углу. В общем, здесь земля очень дорогая, и поэтому все квартиры и дома, которые располагаются здесь в радиусе 500-600 метров, стоят очень дорого. Данный застройщик выставил свои квартиры по очень приятной цене, потому что он выкупает площадку для нового своего проекта. Стоимость одного предложения составляет порядка 60 тысяч фунтов. Есть квартиры чуть-чуть дешевле, есть квартиры немного дороже, поэтому для того, чтобы узнать актуальную информацию, обязательно напишите, либо позвоните по данным контактам, либо заполните форму по обратной связи, которая располагается в комментариях. Не забудьте указать, что хотите работать с Анатолием, и я лично вам перезвоню. И в заключение, кто ищет бюджетное жилье поближе к центру Гирны, то квартира 1 плюс 1 по стоимости 60 тысяч фунтов. Это очень хорошее и выгодное предложение. Особенно это предложение интересно для тех, кто рассматривает покупку недвижимости с целью сдачи квартиры в аренду. Поверьте, эти квартиры в этой локации будут сдаваться по очень хорошей цене, минимум по 400-450 долларов, потому что здесь студенты, здесь центр города, близость к морю и ко всей инфраструктуре. Плотность заселения в данном комплексе будет очень высокой, и ваша квартира не будет простаивать. Итак, в заключение к этому видео обещал вам рассказать о трех профессиях, которые точно обязательно найдут себе здесь работу и будут зарабатывать хорошие деньги. Это топ-3, по моему мнению, друзья. Вы можете его оспорить, напишите в комментариях, если с чем-то не согласны. Итак, на первом месте люди, которые работают с детьми. Это преподаватели, педагоги, репетиторы, логопеды, в общем, люди, которые готовы индивидуально сопровождать образовательный процесс ребенка. Не каждый из родителей хочет отдавать ребенка сразу в школу. Кто-то хочет, чтобы с ним позанимались дома. Есть дети, которым не хватило места в первый класс, например, да, и родители таких детей хотят, чтобы их подготавливали к школе по той программе, которая будет их ожидать, и так далее. На втором месте это люди, которые связаны с маркетингом. Здесь, на Северном Кипре, рекламные компании сильно отстают, и упаковки проектов, упаковка каких-то товаров сильно отстает от того уровня, который есть в странах даже СНГ. Поэтому, если вы красиво делаете фотографии, круто снимаете видео, можете придумать какие-то акции, буклеты разрабатывать и прочее, вы обязательно найдете здесь себе место и будете делать хорошие деньги. И на третьем месте, что я вижу лично здесь, это здесь необходимы дизайнеры интерьера, потому что большое количество недвижимости сдается здесь в эксплуатацию, потому что строительный бум произошел на территории Северного Кипра за последние несколько лет. И, в общем, огромное количество площадей, и застройщик сдает их с очень скромным ремонтом. То есть, какое-то напольное покрытие в виде ламината, либо напольной плитки и стены под покраску. Конечно же, люди хотят создавать уют здесь. И если вы дизайнер интерьера, можете не просто посоветовать повесить картину и какие нужны сюда шторы, а будете сопровождать своих клиентов, подсказывать, где приобретать необходимые материалы, там, мебель, какие-то элементы интерьера, то в таком случае у вас будет большое количество клиентов, я вам это гарантирую. Друзья, мы с вами прощаемся. С вами был канал Живой Кипр с Рукон и Стейт. С вами был я, Анатолий Цехин. Приезжайте на Северный Кипр, ждем вас здесь, все покажем, влюбим и обязательно сделаем счастливым обладателем недвижимости на Северном Кипре. Всем пока-пока.